Друзья, всем привет! И как бы странно эта фраза не звучала сразу после приветствия, настало время прощаться. Но пока что прощаться именно с Езносом. Завершается мой жизненный этап связанный именно с этим центром для иностранцев, именно с этим населенным пунктом. Потому что в тот момент, когда у тебя уже появляется возможность зарабатывать, обеспечивать себя самостоятельно, есть разумеется резон уже слезать с казенного удовольствия и жить самостоятельно. Тем более, повторюсь, опять же такая возможность есть. Сегодня я хотела бы вам еще немного рассказать про наш центр, как мы здесь жили, что у нас происходило, как вообще были устроены наши будни. И тут такой возникает один щекотливый момент, наверное, сразу стоит его проговорить. Я прекрасно понимаю возмущение налогоплательщиков, ежели эти возмущения имеют место, о том, что может быть в Езносе мы слишком хорошо живем. Тут мне возразить нечего, потому что я в принципе человек аналогичных взглядов. Но тут, если, наверное, можно акцентировать внимание на парочке моментов. Первое, что... Ну, тут я отвечаю только за себя, разумеется. Лично я уже просовала в литовскую экономику столько денег, что, я думаю, скоро я уже покрою свое проживание тут. В принципе, сейчас я много работаю, зарабатываю, плачу налоги. Так что, скажем так, будем считать, я взяла в долг и сейчас отдаю. Вот этот центр наш в Езносе, он, как опять же мне известно, как мне говорят, сильно отличается от других центров для иностранцев в Литве. Чем он отличается? Это такой центр открытого типа. Ты волен уезжать куда-нибудь с ночевкой, путешествовать, работать. И в принципе, по сути, это такое у тебя стандартное место жительства. И вот в чем здесь возникает самый главный плюс для таких людей, как я, для тех, кто приехал из России, Белоруссии и кто, допустим, здесь хочет остаться и как-то собирается интегрироваться в общество. Когда ты живешь не в изоляции и когда перед тобой есть свободный открытый мир, когда ты спокойно путешествуешь, работаешь, перемещаешься по стране, то твоя интеграция происходит намного быстрее. Ты больше общаешься с людьми на литовском языке. У тебя есть больше возможности изучать культуру и историю страны, которая тебя принимает. И в этом плане, безусловно, тот тип, к которому относится центр в Езнасе, это только плюс для нашего обустройства здесь. Ну а сейчас я вам покажу какие-то небольшие наши бытовые моменты, как мы закупаем продукты, куда мы ездили и, в принципе, как здесь прошли эти, без преувеличения, замечательные девять месяцев моей жизни. Продукты у нас раньше закупались по понедельникам, теперь по вторникам и утро закупки всегда начинается с погрузки коробок для провизии. Предварительно мы пишем список продуктов и уже наши соцработники все это дело закупают. И в Езнасе, насколько опять же мне известно, если я не ошибаюсь, несколько иная система, чем в других центрах для иностранцев. В других центрах дают именно деньги наличными, чтобы человек мог сам пойти закупить себе продукты. Но видите, поскольку в реальности взрослых людей не существует, бывали такие ситуации, когда человек просто идет, покупает себе чипсы с газировкой и, собственно, вот так он распоряжается этими средствами. А в Езнасе удобнее, потому что мясо, молоко, хлеб, все пишешь по секциям и тебе привозят классные продукты. В этот раз я тоже еду за продуктами, посмотрю, как это все происходит. А пока мы едем, можно любоваться шикарными в Зукийскими пейзажами. Я очень люблю ездить по Принайскому направлению. Это не только поля, березовые островки и прочие милые природные виды, но и, совсем скоро мы это увидим, широкие рукава реки Неман, или, как она называется в Литве, Нямунас. Мы почти подъехали, и сейчас вы вместе со мной восхититесь этой красотой. Один, два, три! В общем, вот это Нямунас, а это непроглядный утренний октябрьский туман. Там где-то есть вода, и она очень красивая. Просто, поверьте мне на слово. Теперь по спискам мы собираем каждому продуктовую коробку на фиксированную недельную сумму. И раз уж я сегодня приехала сама, я сама себе собираю товары по своему списку, и в целом у меня получается хороший набор на 7 дней. Ну, давайте посмотрим, что я приобрела. Здесь мясо разное, свинина, фарш, колбаски, яйца, молочные продукты, сжимайтийские блины. Решила в этот раз, кстати, заморозку взять, обычно не беру. Ну, попробуем. Взяла замороженные цепелины. Я, если что, уже умею готовить свои домашние. Ну, сравним, у кого лучше, у торгового центра Максима или у меня. Кстати, о птичках, точнее о дирижаблях. Кто не смотрел мой рецепт цепелинов, подсказка будет где-то тут. Обязательно переходите по подсказке, смотрите, комментируйте, пишите, все ли я делаю хорошо, правильно, гениально, или же будет место для критики, может быть, что-то у меня получается не так. Но во втором случае я предупреждаю сразу. Будете критиковать, будете иметь дело с Ритой, потому что меня всему научила именно Рита. Она наш соцработник, мой кулинарный наставник, во всем нам помогает. Рита здесь проработала 34 года. До этого она как раз-таки специализировалась на работе с детьми. И, на мой взгляд, ее педагогический опыт очень помогает в работе с нами. Так что сейчас мы с ней поговорим, узнаем, как она нас тут воспитывает, строит, как следит за чистотой. И действительно ли навыки, полученные в работе с детьми, помогают в работе с нами. На мой взгляд, да. Взрослые, они иначе. Он что думает, он не говорит тебе. А дети, он подумал, ему не нравится, он плюнул тебе. И вот и есть. Вот такая разница. Какие-то, может быть, навыки общения с детьми помогают вам в этой работе? Ну, да. Иногда же бывает, что вот люди там ссорятся и почти они как дети себя ведут. Да, ну, было. Было мне один раз. Вот так попала я. Одна женщина и другая женщина. А я середину. Ну, и они там ругались, как я думаю, не надо будет полиции или надо будет полицию вызывать. Ну, попала так. Но вы их как детей в итоге, да, успокоили? Да, да, да. И одна, и другая. Ну, потом всё хорошо было. И мужчины как поругались. Я тоже. Им говорю. Мужчины, если будете вот так себя вести, пойдёте один со мной домой, другой поедете где-нибудь. Там, где вам будет лучше. Так, а ни один не хотелось со мной идти домой. Когда вот мальчишки там не убирают, то есть как обычно вы с этим справляетесь? Да, 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 да. Мы воспитываем. Меня, ну, не знаю. Может, они не хотели, чтобы я там бегала в кухню или в туалет там смотрел. Так, меня начали называть гестапом. Ну, не знаю, для чего. Но мне нравится. Ну, все взрослые люди должны убираться и в туалет, и в кухне, и в комнатах. Но если будем так все сидеть, так червяки начнут ходить. Друзья, как известно, чтобы червяки не ходили, не гуляли и вообще не выкрутасничали, должна быть в помещении идеальная чистота. И вот сейчас я вас познакомлю с человеком, который за этой чистотой очень ревностно следит. В следующей сцене у нас с вами будет два основных героя. Первое – это Наталья, и второе – ее роскошный украинский борщ. Только извините, пожалуйста, у меня все происходит это на столе, так как я не могу... Тоже была мысль борщ, что ли? Сейчас живо. А то поедешь неизвестно куда, неизвестно что. Я тоже теперь борщ хочу. Я думаю, мы сегодня втроем, наверное, все наварим что-нибудь. Ну давайте будем борщ варить. Потому что борщ – это штука заразительная. Давайте будем борщ варить. Помните, у нас был мальчик Витя, он вас называл Натальей Командоровной? Да. Ну, потому что Наталья – главное по порядку у нас. Если кто оставил тарелку не там, он просто берегись. Так что вот благодаря Наталье у нас порядок, все нормально. Не холодно там от окна? Нет, там вообще. У нас наоборот сейчас жара. У нас прям вообще раскаленная батарея. У нас шарка в комнате вообще. Так сюда ложи. А по телевизору говорят, что мы здесь все замерзаем. Да, это рад. Да, мы окна открываем. Что мы тут все замерзаем, загниваем. А нет. У нас такого нет. Я приехала сюда, мы выехали, я живу в Краматорске, Донецкая область, это Украина. Мы выехали 8 апреля, когда ракета прилетела на ЖД вокзал. И там жертвы были. Мы сразу в этот день уехали. Уехали, до Львова доехали, там были в центре. С центра нам приехал автобус. Ну, мы там неделю жили в центре. Потом приехал автобус с Литвы. Забрали нас и привезли сюда, в центр. Я вообще боялась, я вообще не знала, что со мной вообще будет и где мы будем жить. Потом мы приехали в Принай, и меня с Принай сюда привезли. Миграционная служба. Короче, привезли сюда, в центр. И сразу меня поселили в комнату. В комнате мы живем с мужем. Комнатка небольшая, но уютная. В центре мне здесь очень хорошо живется. Здесь очень хорошие люди вокруг меня. Соседи хорошие. Света, Катя, Саша живут. Это вы. Да. Катюша очень хорошая девочка. Персонал тоже здесь очень хороший. У меня здесь условия для жизни очень хорошие. У меня здесь есть лифт. Все приспособлено для колясочника. А Света как раз пришла. Мы как раз по тебе говорим, что ты очень хорошая. Заходи. Сказали про меня, что я хорошая девочка, и про тебя. Света притаилась. Вот и Света пришла. Я муж тебе хорошая, что я стеснительная. Мы все тут стеснительные. Я вот тоже. Здесь очень хорошие люди. Вокруг меня очень хорошие люди. Все. Я ничего не могу ни про кого плохого сказать. Мне очень помогает Ирин. Она мне помогает. Я здесь оформила уже литовскую группу. Она мне помогла с документами. Потому что так как я не знаю литовский язык, мне очень тяжело в этом. Мне какие-то проблемы возникают. Я обращаюсь. Она мне всегда помогает. Весь этот ужас начался, потому что в Кремле решили, что вас надо защитить. И вот вы как раз можете этим людям, которые нас тоже смотрят, сказать. Как вот, например, вы жили после 2014 года? Мы жили в нормальных условиях. Не надо нас ни от кого защищать. Мы жили, как обычно, как и до 2014 года. Все спокойно в нашем городе. Заводы работали, люди работали. Работа была. Пенсию пенсионерам платили. Продуктов у нас достаточно. Мы тихо, спокойно жили. Мы никого не трогали. Мы почему-то решили нас защищать, только непонятно от кого. Говорили по-русски все эти люди. Все у нас, да. У нас по-русски говорят без проблем. Но у нас в Донецкой области вообще язык суджик. Там и на украинском языке говорят, и на русском. И каждый как хотел. Да, каждый как хотел. Никто никого не обременял с этим языком. Не ходили языковым по-русски, никого не ловили? Нет, 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 конечно. Мы хотим, чтобы мир был, чтобы спокойствие было. Вот это спокойствие самое главное. Чтобы домой нормально, чтобы вернуться домой, чтобы как и дальше жили, так и чтобы продолжать жить. Потому что дом есть дом. Все равно домой хочется. Сейчас, увы, в силу всем известных печальных обстоятельств для украинцев, временный дом это в том числе и Езнос. И сейчас мы с Ритой покажем вам, как у нас готовятся на третьем этаже принимать украинских беженцев. Как тут проходит ремонт, закупка новой мебели. И как сейчас у нас постепенно здесь все благоустраивается. Здесь за двух будет. Такой вид на Езнос. Да, красиво видно все. Так непривычно, когда в ноябре еще осень. Потому что я после Новосибирска в шоке. У нас же уже сугробы в ноябре. А тут прям... У нас в этом году хорошая погода. Даже запах свежий. Да. Ремонт, да. Свежей мебели, да. Краска свежая, пахнет. Ну и здесь вот еще, может, там новые. Вот здесь, да? Нет, вот здесь. Новые тоже. Вот такой белый комнату. Это как такое общее пространство, да? Да, да. Здесь будет телевизор. Здесь может сидеть, будет телевизор, будет какой-то, наверное, компьютер. Вот спортплощадка, вот стадион будет наш. Вот видно. Вот, смотрите, вот там футбол играть. Что случится? Ой, Рита, честно, не верится. Просто не верится. Мы здесь прожили 9 месяцев практически. Так все пролетело быстро. Да, быстро. Ну и все, можете жить. Пора уже в вольное плавание. У нас получилось забавно. Мы с Ритой сейчас снимали комнаты. Мне не хватило памяти на фотоаппарате. У меня все удалилось, выключилось. Поэтому дубль 2, Рита. По кому вы будете скучать и, главное, по кому больше всех? Вот. Ну, я не знаю, все люди нам были хороши. Но будем скучать по тем ребятам, которые нам больше помогали. которые работали здесь с нами, помогали с мебелью всякой и на улице, и там вот во дворе. Ну, все, все нам одинаковые, все люди нам хороши. И с кем цепелины готовили? С вами, с Катериной, готовили цепелины. Это самое главное, да. Кто готовил цепелины, потому скучает больше всего? Ну, мы понимаем, что всем есть там плохо, которые здесь живут люди. Они бежали, но если жизнь хорошая, человек не будет бежать с дома. Ну, и мы стараемся помогать им. Ну, не знаем, хорошо, нехорошо мы здесь им помогаем, но они пока относятся неплохо. На самом деле нет никаких обоснованных причин предполагать, что нам здесь могло быть плохо. Так что сомнения Риты беспочвены. Не хочется выглядеть слишком пафосно или драматично. И тем более употреблять слово «семья» в каком-то ином контексте, нежели в прямом значении. Потому что семья все-таки у человека одна. Но, тем не менее, за эти 9 месяцев, если можно так сказать, мы стали ситуативной семьей. Потому что мы жили бок о бок. Мы действительно подружились и очень привыкли друг к другу. Потому что речь не только о крыше над головой, речь не только о питании. Речь, в принципе, об общем человеческом отношении. И теперь посреди этих снегов хочется переместиться в тот приятный, ласковый, солнечный день, когда, например, мы ездили в Покроес. То есть благодаря центру мы немного даже посмотрели Литву, познакомились с историей Литвы, с ее достопримечательностями. Вот взять Покроес, посмотрите, какая красота. Здешняя усадьба одна из крупнейших и самых красивых не только в Литве. Если я не ошибаюсь, в принципе, в странах Балтии. Летом здесь стартует фестиваль цветов, вдохновленный пьесой Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». И, в принципе, здесь нам было очень приятно провести полдня. Было так здорово. Мы посетили саму усадьбу, посмотрели музейную экспозицию, вдохнули историю. И получили еще одно важное знание Литве, ее истории, ее красоте, в копилку общих впечатлений. Это было очень приятное путешествие. И наряду с путешествием в Тракайский замок, подсказка на видео будет где-то тут в уголке данного видеоролика, обязательно тоже посмотрите. Все эти поездки, они не прошли бесследно, они дали нам очень яркое представление о Литве. Ну и, по крайней мере, в Литве очень внезапная зима, потому что стоило мне записать приветствие. По-моему, я на полдня отвлеклась и началась зима. И теперь все эти дни метет снег, уже так прохладно. И, ну, с другой стороны, я зато застала все сезоны в Езнасе. Я посмотрела все жизненные циклы данного дерева, которое росло у меня прямо под окном, каким оно было в разные времена года. Я посмотрела это дерево летом, весной, осенью и зимой. Мое путешествие и мое пребывание здесь подходят к концу. Езнас Ачо уж Светингума и Рачо уж Вейска. Вам спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, обязательно проверяйте оповещения, чтобы вам вовремя приходило уведомление о моих видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Таким образом вы помогаете в продвижении видео. А теперь до новых встреч и до новых встреч уже в новой локации.